10 мужских манипуляций в отношениях с женщинами. Обязательно досмотрите это видео до конца по двум причинам. Первая – это то, что вы среди этих манипуляций можете узнать ту, которая применяется по отношению к вам со стороны вашего мужчины. И вторая – это самая последняя манипуляция из десяти. Одна из самых жестких, ужасных, если она присутствует в вашей жизни – это катастрофа. Первая – манипуляция – это эмоциональные качели, в которые мужчина погружает свою женщину и входит с ней в такой контакт. Каким образом проявляются эмоциональные качели? Это когда то все хорошо, то плохо, то мужчина приближает вас, то дистанцируется. И рядом с таким человеком вы находитесь в состоянии тревожности. Это очень важный и ключевой момент. Можно от головы думать, предполагать все, что угодно. Но как только вы почувствовали себя, зашли в отношения с манипулятором, который применяет эмоциональные качели, самый главный момент, на который необходимо обратить внимание – это, конечно же, внутренняя тревожность, стресс, беспокойство. Начинает женщина хуже спать, начинаются проблемы с нервной системой, рассеянное внимание и не только. Это может даже проявиться на физическом уровне в виде каких-то заболеваний, потому что иммунитет начинает ослабевать, и, соответственно, женщина чаще болеет и становится уязвимой для различных болячек. Если в вашей жизни был вот такой мужчина, который устраивал вам эмоциональные качели, то с ним как на американских горках было, то все хорошо, то все плохо, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Есть кто-то, ну, кто мужчин, которые наиболее часто этим грешат? Просто эта техника, она ей обучает, там, манипулятор, допустим? Нет, ну, есть искусственные манипуляторы, да, которые каким-то образом научились этому на различных курсах, но, как правило, да, они используют пикаперы, но большая часть пикаперов – это кто? Это долгебы. Ну, это долгебы, среднеуверенные в себе мужики. Потому что уважающий себя мужик, и он без всяких техник, он просто потому, что он мужчина, привлечет внимание женщины к себе. А долгебу нужно идти и учиться этому. И вот его научили этой технике, он ее применяет. На кого она может повлиять? Она может повлиять только на женщину с низкой самооценкой, женщину, которая оторвана от своих ценностей, от своей женственности, сексуальности. Ей одиноко, грустно, плохо. И вот они ведутся на этих пикаперов, вот на этих отмороженных. Это одна ситуация. Бывают мужчины, которые используют эмоциональные качели бессознательно. То есть он вроде бы сближается с женщиной, потом сблизился, почувствовал какую-то опасность, что он что-то теряет в этих отношениях или чего-то боится. Он от нее опять дистанцируется. Опять сблизился, опять дистанцировался. То есть это может происходить как осознанно, так и бессознательно. И не имеет значения, в каком формате это проявляется, задача абсолютно любой женщины, осознав это, почувствовав и увидев, для начала поговорить с мужчиной. Объяснить ему все, что она чувствует, высказать свое недовольство. Если после этого подобная стратегия поведения продолжается, тогда уже принимать какие-то решения. Но не застревать в таких отношениях, если там ничего не меняется к лучшему. Это, как правило, сводит с ума, а особенно, знаешь, действует на женщин, у которых есть вот эта повышенная потребность принадлежности, страх отвержения, покинутости, базовой безопасности отсутствует. Это, между прочим, все то, о чем я рассказываю на своей бесплатной программе. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка под этим видео. Из любой точки мира безопланно можно принимать участие. Вторая манипуляция, которую часто используют мужчины, это предложение руки и сердца женщине, девушке, без какой-то конкретной даты заключения союза официально. И почему так происходит? Есть такое, знаете, у абьюзеров очень часто возникают мысли, вопросы, тревожность внутренняя, как мне управлять и контролировать, значит, женщины. А как он может это делать? В состоянии влюбленности контроль, он, в принципе, бесполезен. Женщина и так привязана к мужчине, они влюблены, у них эйфория, гормоны, секс и так далее. Когда это все утихает, дальше мужчина может обнаружить независимость определенную в женщине либо отсутствие возможности ее управлять и контролировать ее каким-то образом. И для того, чтобы загнать ее в этот контроль, он делает ей предложение. Не для того, чтобы жениться, а для того, чтобы, услышав ответ «да», обеспечить себе управление этой женщиной. А женщины совершают ошибку, когда соглашаются, но при этом не понимают, когда они станут женами. Поэтому это очень распространенная манипуляция, так же, как и беременность, например. Мужчина говорит женщине «давай-ка ты забеременеешь от меня, я на тебе женюсь». Или мужчина делает так, чтобы женщина забеременела, дожидается определенного срока беременности, когда уже и аборт нельзя сделать, и нужно рожать ребенка, и он кардинальным образом меняет свое отношение к женщине, показывает себя с самых ужасных сторон. Поэтому, если вы услышали от мужчины предложение, поинтересуйтесь для начала, когда будет свадьба, какого числа, в каком году, кого мы зовем в гости, как мы будем готовиться, где мы возьмем на свадьбу деньги, когда мы познакомимся с родителями. Создание семьи, предложение создать семью – это очень ответственный шаг. Поэтому, если вам сделали предложение, но вы по-прежнему не знакомы с родителями своего мужа, с его семьей, с близкими друзьями, вы должны понимать, что это чистой воды манипуляция. Если мужчина вам говорит, время покажет, разберемся, я думаю, через пару лет точно женимся, то же самое, что вы позвоните ему и скажете, тебе приготовить котлеты? Да, я очень хочу котлет. Хорошо, я тебе приготовлю котлеты. Вы приходите домой, а ему котлет нет. А когда котлеты? Ты что, что ты котлеты приготовишь? Да, через год, наверное, как-нибудь соберусь силами, да, я их сготовлю тебе. Так что жди, жди. Нельзя ждать. Для женщины это небезопасная история. Вы там себе психику расшатаете, она будет болтаться у вас, как башмак изношенный. Третья манипуляция мужчины – это когда мужчина ссылается на неудачный опыт отношений в прошлом, если говорить более точнее, на боль, которую ему причинили прошлые отношения. Поэтому он как бы не готов с вами взаимодействовать в серьезных отношениях, в несерьезных готов. Я же часто говорю об этом, что вот его душу у него ранили, а член не ранили. Например, член спокойно, он не обижен ни на кого, у него все хорошо, а у него душа изранена. И многие девушки попадаются на эту уловку, думая, что они должны как бы излечить душу, доказать мужчине, что ты не такая. Кто-то из вас говорит, вот бы мне эта сучка попалась, я бы ее сейчас здесь устроила. Гадина какая, как тебе такого парня, там, мужчину у него здесь можно было не ценить. Ну, такие мысли возникают и желание говорить подобное. Вы должны понимать, что возле вас самый настоящий манипулятор. Мужчина, который действительно в прошлых отношениях потерпел, пережил какую-то трагедию, личностную боль, переживания, таких мужчин много. Он вообще не будет с женщиной контактировать до тех пор, пока не разрешит в себе этот внутренний конфликт. Мы сейчас говорим о конкретных депрессивных либо апатичных состояниях, в которых мужчина оказывается. А когда мужик от головы это говорит, мне в прошлых отношениях сделали больно. И что теперь? И что? Я один раз он роллы поел, не очень свежие, меня несло три дня, я же теперь роллы не есть никогда. Есть, я же люблю роллы, правда? Ну и все. Это какой-то паттерн такой, знаете, уже катастрофизация называется. Есть такой паттерн критического мышления, называется катастрофизация. Когда все, что происходит в жизни, вы начинаете обострять. Обнаруживающая фильтрация такой паттерн есть, там, где вы негатива много накопаете. Зачем это надо? Взрослый, осознанный человек, если тебе было больно в прошлых отношениях, ты не можешь с этой болью до сих пор справиться, иди и работай с психотерапевтом. А есть женщины мне часто пишут, что вот, Марк, я общаюсь с мужчиной, он постоянно мне рассказывает про свою бывшую жену. А она уже умерла. Это тоже, кстати, манипуляция может быть. То есть мужчина транслирует идеальный образ, он не может прямо сказать, я хочу, чтобы ты была вот такой, такой, такой. А он транслирует вам идеальный образ своей супруги. А естественно, она уже умерла, а там плохого ничего вообще не будет говорить. И он где-то даже в каких-то моментах начнет и преувеличивать ее качество и достоинство. И у вас будет складываться ощущение, что его супруга покойная, это какая-то недосягаемая величина. И вы будете постоянно хотеть быть лучше, быть похожей на его женщину. Это вообще история нерабочая. В таких отношениях быть достаточно опасно. Четвертый тип манипуляции – это когда мужчина взывает к женской совести, разуму и давит, знаете, на такие вот инфантильные состояния. Типа, я хочу, чтобы меня девушка любила вот таким, какой он есть, а не за подарки, не за рестораны, не за деньги, а просто потому, что вот я такой. А какой такой? Вот возникает вопрос, задайте себе вопрос, какой он такой, этот мужчина? За что его просто так любить? И понятно, что на первый взгляд это может показаться где-то меркантильным. Это никогда не было меркантильным. Историю про меркантильность придумали мужики, которые не могут позволить себе быть рядом с женщиной. Они придумывают меркантильность. И как женщина, например, может любить какого-то барана, который работать не хочет, у которого в кармане дырка, он себе на жизнь заработать не может. И он требует, чтобы она его любила просто так, за очень красивые глаза, за то, что у него есть член. Нет, такого никогда не было и не будет. И если вы на такого мужчину натыкаетесь и нарываетесь, не надо погружаться в близкую связь с ним, потому что он будет взывать к совести, а у вас будут возникать мысли, что да, действительно, что это я, он же такой хороший. Ну, всякое у людей бывает. А потом выясняется, что вы забеременели, а потом выясняется, что он к ребенку не готов, а потом выясняется, иди делай аборт, а потом он вас бросает, а потом он уходит. Вот и все. А все почему? Потому что к совести к вашей обращаются. А здесь даже, я бы сказал, не обращение не к совести, а обращение к вашему невротизму и желанию быть хорошей для всех. Поэтому женщине очень важно в общении с мужчиной определить для себя ценности и вот этот портрет мужчины, каким он должен быть. Понятно, не нужно там завышать показатели. Одна девушка пришла, мне приносит список, значит, что она там себе прописала, какого мужчину она хочет, и пишет там. У него суперджет есть свой, у него есть там яхта, у него есть куча квартир, недвижимости, у него есть остров, у него есть, ты вообще где-то упала, что ли, подскользнулась где-то. Я тебе, я этих мужчин весь мир знает. Открой журнал Forbes, посмотри. Там большая часть из них уже за 60-е у них не стоит, ты им нахрен не нужна. У другой части очередь стоит из женщин, которые, вот они прям в доступности возле них. У кого-то семьи есть, жены и дети. Какого перепугу он где-то тебя вообще найдет? Как ты его собираешься с ним знакомиться? Ну, не знаю, я буду по выставкам ходить. И он там стоит у картины, блин, и любуется, и чайки летят на юг. Ну, кому это нужно? Поэтому не надо прям рисовать себе такого мужчину. Можете придумать его. Все должно быть в соответствии с вашим масштабом личности. Не может, знаете, гусь, свиней, не товарищ. Ну, как они могут? Там даже спариться не могут нормально. Также и здесь. Все должно быть по парам. Пятый тип манипуляции – это условия в отношениях, которые мужчина начинает вам выставлять. Вот если ты любишь меня, докажи. Или если ты хочешь, чтобы я тебя любил, докажи мне, что я должен тебя любить. Если ты хочешь, чтобы я тебя уважал, заслужи, чтобы я тебя уважал. Если ты хочешь, чтобы я о тебе заботился, заслужи, чтобы я о тебе заботился. Вот это такая детская позиция, в которой вы действительно начинаете проявлять себя как угодницу только для того, чтобы какой-то сумасшедший принял решение, что «да, действительно, мне нужно эту женщину уважать». Вы поймите, как бы сама структура этих отношений, если вы это осознали и поняли, увидели на начальной стадии отношений, уже говорит о том, что вы нашли ненормального человека, незрелого. Я бы подобрал сюда другие слова, более прямолинейные, но я уже в этом видео вырвался матом три раза, поэтому не буду больше трех материться, стараться за одно видео. Но это уже изначально больные отношения. Почему? Потому что, как правило, такому манипулятору невыгодно в какой-то момент остановиться и сказать «да, вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, фигня полнейшая». Вы в одном угодите ему, он придумает какую-то историю, а теперь угоди мне в этом, а теперь в этом, а теперь в этом. И вы всю жизнь что и будете делать, только угождать ему и никогда не будете счастливы. Шестой вид манипуляции мужской – это постоянно вызывать жалость по отношению к себе. Вот у него все плохо, у него законы против него, страна против него, климат против него, облака против него, ЖКХ против него, соседские кошки против него, магнитные бури против него. У него есть всегда причина, пищеварительная система против него. У него всегда есть причина, чтобы оправдать себя, свою безответственность, свое бездействие, свою неспособность быть зрелым человеком. И, конечно же, он что? Он постоянно привлекает к себе внимание через жалость. И это идеальная находка для женщин-спасателей, потому что им не хватает значимости, а кто, как не вот этот персонаж, который все время в состоянии жертвы находится, кто, как не он, подчеркнет значимость. Только ты мне можешь помочь, если бы не ты. Я так тебе благодарен, да ты у меня удивительный, да таких женщин больше нет. Я тебе клянусь, как только в моей жизни все изменится, я тебя буду на руках носить, ты мне будешь купаться в бриллиантах, в шубах. Она там уже мечтает, у нее все здорово, замечательно. Кстати, по поводу вот этих встреч, почему, например, женщины-спасатели к себе притягивают жертв постоянно мужчин. Почему наоборот, почему мужчины-спасатели женщин-жертв притягивают, агрессоры жертв притягивают. Вот я об этом у себя на бесплатной программе «Удобно или уникально» тоже подробнейшим образом рассказываю, рисую диаграммы, таблички, показываю вам. Очень интересно. Можно из любой точки мира принимать участие, под этим видео есть ссылочка, переходите по ней и регистрируйтесь. Седьмой вид манипуляции – это такой вид насилия, как газлайтинг, что он из себя представляет. Когда мужчина постоянно обвиняет женщину в том, что она что-то не так поняла, не так воспринимает, не так понимает, неправильные выводы делает. И в какой-то момент у женщины начинает действительно закрадываться мысли, и она начинает сомневаться в своей адекватности, в своем здравомыслии, в том, что с ней все в порядке. А основная задача и часть газлайтинга состоит в том, чтобы внушить жертве, что все, что ты видишь в этом мире, ты воспринимаешь не так, как есть. Вот ты смотришь на белое, тебе говорят – это черное. Ты думаешь, что как черное, если это белое? Нет, это черное. Я приведу вам такой пример, расскажу историю одну даже. Мужчина, женщина находятся в отношениях, он постоянно по отношению к ней ведет себя очень хамовато. А когда она не выдерживает и устает терпеть это, высказывает ему и говорит, что вот, ты надоела, ты мне постоянно хамишь, ты то, ты это. А он включает дурака и говорит, да тебе это почти, господи, да я вообще другой смысл в это вкладывал, да что ты себе придумываешь? Такое действительно может быть, что вот есть категория женщин, особенно жертв, у них очень такое, знаете, критическое восприятие всего вокруг. Почему ты на меня так смотришь? Почему ты мне так говоришь? Почему ты то? И такое может быть. То есть здесь надо научиться еще отличать. Но действительно очень часто мужчины-газлайтеры, они накосячив, внушают женщине, что ей все показалось, это не так. Ты сама придумала, ты меня спровоцировала, я другое имел в виду. И вот в такой связи быть опасно, знаете почему? Потому что рано или поздно такая женщина приходит к интеллектуальному краху, у нее начинаются проблемы с самооценкой, у такой женщины повышается риск формирования возникновения депрессии. И это вообще опасно для психики. Каким образом понять, что с вами рядом такой манипулятор, обратите внимание на свое окружение, повзаимодействуйте с людьми и посмотрите, кто из вашего окружения считает так же, как и ваш мужчина. И вы увидите для себя, откроете для себя удивительную вещь. Ни мама, ни папа, ни ваши друзья, подруги, коллеги по работе, знакомые не будут вам никогда навязывать мысль о том, что вы что-то так не понимаете. Если только они тоже не являются газлайтерами. Но это огромная-огромная редкость, чтобы в жизни одного человека 100% окружения применяли газлайтинг. Я соглашусь с тем, что это может быть либо мама, либо папа, либо мужчина. Ну, в крайнем случае, там, брат или сестра. Не более того. Если вы понимаете, что вся конфликтология и сомнения в своей адекватности, они у вас проявляются только рядом с мужчиной, 100% абьюзер, газлайтер, разворачиваемся, жопа к жопе, и кто дальше прыгнет. Ну, а если подруга же, она тоже газлайтер по факту, то есть ни одна подруга не скажет, что это не правда, Алиночка? Ну, это даже не газлайтинг, это лицемерие, как такое, знаешь. С подругой нет такого взаимодействия частого. Подруга тоже может быть газлайтером, да. Но с ней такого частого взаимодействия нет, как с мужчиной. И там нет такой зависимости от подруги, как и зависимости от мужчин. Поэтому и реакция в большей степени стрессовая возникает, когда мужчина это делает в отношениях женщин. И женщин таких тоже много. И женщины-абьюзерши, газлайтеры, они мужиков с ума сводят. Правда, мужчины в прямом смысле слова попадают в дурку. Скоро на моем канале выйдет видео, от каких женщин бегут мужчины, от каких женщин боятся мужчины. Если вы не хотите его пропустить, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Ну что, мы уже постепенно приближаемся с вами к самому заветному виду манипуляции для вот этих самых застранцев-абьюзеров, которые используют их в отношениях с вами. Поэтому еще совсем немного, и вы узнаете, что это за манипуляция. А пока восьмой тип манипуляции. Мужчина говорит вам, да кому ты такая нужна? То есть он внушает мысль о том, что с вами что-то не так. И никто другой, как вот кроме этого благородного дебила, который вот он же почему-то говорит, кому ты такая нужна, какая такая? Ну типа чмошница, не какущая. А я такой благородный, тебя взял и тут терплю, и стараюсь тебя воспитать, и чтобы ты изменилась. Кому такие вещи говорят? Женщинам с детьми, женщинам, у которых уже был брак, сейчас повторные отношения. Либо женщин, у которых там трудности финансовые, не может развивать себя, не получается открыть дело, возможно, свое. То есть мужчина старается женщину окунуть в стрессовое состояние, напугать ее и убедить ее в том, что она действительно какая-то ненормальная. Для чего? Чтобы она подчинялась ему, чтобы она пыталась исправляться, чтобы она пыталась соответствовать его требованиям. То есть это прекрасно. И если женщина показала мужчине, что она поддерживает его послание, как женщина может поддержать послание такого мужчины? Очень просто. Если она остается в таких отношениях, она поддерживает. Если она продолжает с этим мужчиной спать, она поддерживает его послание. Если она продолжает ему готовить, она поддерживает его послание. И многие из вас, конечно, могут сейчас написать, что получается сразу, если он мне говорит, кому ты такая нужна, уходить? Нет. В том-то все и дело, что не нужно сразу никуда бежать. Нужно вообще разобраться, почему такие разговоры возникают. Если это как бы частая уже норма, знаете, вот в разговорах, это вид насилия, это все происходит в скандалах, нужно бежать моментально. Если это произошло один раз за всю жизнь, и он там ляпнул сгоряча, а потом извинился и попросил прощения, то не надо никуда сваливать и бежать. И, конечно, еще очень важный момент, когда мужчина делает так, когда комментирует или отсылку делает женщине, кому-то такая нужна. Здесь важно понять, что женщина, которая все это слушает и воспринимает это кто? Это женщина, у которой серьезные проблемы с самооценкой. Она не верит в себя, она не уверена в себе, она не чувствует своей сексуальности, женственности. У нее масса блоков, конфликтов внутренних. И что я в этой ситуации делаю? Необходимо, конечно, в первую очередь себя диагностировать, понять, что с моими границами. Нахожусь ли я в треугольнике, например, в роли жертвы. Что с моими паттернами негативного мышления? То есть кто управляет моей жизнью? Мои убеждения или я? Кстати, я вот это все прорабатываю с девушками, диагностирую на бесплатной программе, удобно или уникально. Еще раз напомню, что принимать участие можно из любой точки мира, ничего платить не надо. Главное, чтобы у вас был интернет под руками. Поэтому под этим видео есть ссылка сразу после просмотра. Переходите по ней и регистрируйтесь. Девятый тип манипуляции. Это мужчины, которые никогда не извиняются перед женщиной, даже если он накосячил. А наоборот вызывают у вас чувство вины. То есть он, например, у вас произошел скандал из-за того, что он написал какое-то двусмысленное сообщение своей коллеге по работе. Или она, например, прислала ему такое сообщение. А конфликт закончился тем, что он вас обвинил в том, что у вас до отношений с ним был другой мужчина. И вообще, то есть он вместо того, чтобы быть в моменте, он вас возвращает в прошлое, обращает внимание, акцентирует на каких-то ваших недостатках, на каком-то поведении и старается вызвать у вас чувство вины. Вот с такими манипуляторами очень сложно быть в отношениях, потому что они, как правило, не меняются. Они не хотят этого делать, не видят в этом никакого смысла. Это уже становится такой нормой. Я хотел вас, кстати, спросить. Вы когда-нибудь, может быть, у вас такой мужчина есть сейчас? Может быть, когда-то был такой мужчина, который вас постоянно загонял в чувство вины? Если были, напишите свои истории под этим видео в комментариях. Ну, наконец-таки, самый страшный вид манипуляции, который может просто разорвать и уничтожить любую женщину. Это мужская ложь. Почему же она так страшна для женщины? Дело в том, что профессиональные лжецы используют ложь как средство управления, контроля и манипуляции над своей жертвой. И в отношениях с вами мужчине очень сложно, он же не может читать ваши мысли. Он может только предполагать, что вы чувствуете, о чем думаете, о чем мечтаете, чего боитесь. И для того, чтобы помочь себе сузить различные варианты управления вами, он начинает погружать вас в свой сценарий жизни, в искаженное пространство, в измененное пространство, которое он создает сам. Тогда ему проще вами управлять. Вот, например, мужчина, который постоянно рассказывает женщине о том, что в скором будущем они поженятся, но они планируют жениться. Это прекрасный способ манипулировать женщиной. Почему? Потому что через эту ложь он может получать от нее все, что он захочет. Там может появиться какой-то аферист рядом, может мужчина появится, альфонс, может мужчина появится, который просто будет вытягивать из вас ваши деньги, связи какие-то и так далее, и так проще. То есть нужно создать какую-то историю, нужно создать какой-то сценарий, загнать вас в этот сценарий и наблюдать там, как режиссер, как вы в нем взаимодействуете. И где-то его видоизменять. С одной стороны, с другой, с третьей, с пятой, с десятой. Понятно, что постоянно новые сценарии создавать сложно, поэтому мужчинам, конечно же, которые находятся в таком состоянии постоянного вранья, им это дается сложно. И ваша задача обратить внимание на такого мужчину, если он рядом с вами находится. Как часто он лжет, как часто он начинает запутываться в этой лжи, как часто он начинает путать факты. Это говорит о том, что с вами жуткий, страшный манипулятор. Для такого человека очень безразлично вообще то, что чувствуют женщины, другие люди. Он безжалостен. Он это делает от головы, он это делает, преследуя какие-то свои умыслы. Он может наблюдать за тем, как вы мучаетесь и страдаете, но при этом палец о палец не стукнет для того, чтобы что-то изменить. Почему? У него есть свой сценарий. Он по этому сценарию живет.